Проверку начинают с молочной продукции, которую покупают практически все. Сегодня творог. Он, как и молоко и сливочное масло, должен соответствовать ГОСТу или хотя бы тому, что заявлено на этикетке. Образцы специалисты исследовательской лаборатории упаковывают в пакеты со специальным номером и отправляют в термоконтейнер. Проводить испытания мы будем по показателям качества и безопасности. Качество – это жирно-кислотный состав, творог сегодня, то есть действительно состоит продукция из животного белка или там есть жиры растительные. Проверят в лабораториях и собственную продукцию торговых сетей – гарниры, мясные блюда и салаты. На ежедневной основе мы проводим контроль качества, заместители директоров посещают производство, проводят прокираж продукции, после чего продукция поступает непосредственно к потребителю. Вкусно еще не значит качественно и безопасно. Соответствуют ли оливье и селедка под шубой требованиям и стандартам, покажет исследование. Такие мониторинги департамент потребительского рынка проводит уже 15 лет. Это дает дополнительные гарантии потребителям, выявляя опасные и некачественные продукты и товары. В случае обнаружения некачественных продуктов в розничной торговой сети мы направляем соответствующие уведомления производителям продукции, а также в контрольно-надзорные органы. По результатам такой работы, как правило, продукция изымается из оборота, а также проводятся мероприятия дополнительные, направленные на увеличение санитарных и эпидемиологических требований на предприятия. Проверяют товары на контрафакт, причем сделать это может каждый покупатель с помощью мобильного приложения «Честный знак». Сканируем специальный код на упаковке и узнаем производителя и срок годности. Правительством Ростовской области и операторам «Честный знак» было подписано соглашение о реализации информационного проекта. Называется он «Честный регион». Направлен он, конечно, на просветительскую информационную работу для наших хозобъектов, для нашего населения. Мы хотим донести, что есть возможность бороться с тем засилием фальсификата, который присутствует. В этом году проведут мониторинг больше шести сотен видов товаров. Результаты независимых экспертиз качества и безопасности можно найти на сайте Департамента Патрия Прынка. Анна Туполева, Юрий Лешко, Первый, Ростовский.